Приветствую, дорогие друзья, подписчики и не подписчики, и приглашаю в свою скромную творческую студию АркТВ в Ютубе. Впрочем, если быть точным, я приглашаю в эфир Радио Филадельфия 106,5 FM. Добрый день, здрасте, второе число у нас на дворе, второе число месяца апреля, как вы можете догадаться... Второе число четвертого месяца, вот так. Да, ега, 8 часов 6 минут, но все это не важно, все это меркнет перед фактом того, что сегодня пятница... И можно уже начинать отдыхать прямо с этого момента, в принципе, не стоит идти на работу. Пятница это предвестник выходных, к ним надо готовиться, готовиться с чувством, толком, расстановкой и с кем же не готовиться, как не с нами. Дмитрий Коваров, Антон Коваров приветствует вас в прямом эфире Радио Филадельфии, всем здрасте. Вот так, дорогие друзья, началась сегодня, в пятницу, 2 апреля, утренняя программа с Антоном и Дмитрием Комаровыми в эфире «Радио Филадельфия 106.5». А в конце её пошёл разговор об украинском футболе вообще и киевском «Динамо» в частности. И повёл его Дмитрий Комаров, который в социальных сетях стал недавно моим другом-подписчиком. А я, естественно, не могу этим не поделиться с вами, дорогие друзья, подписчики, и моего блога на сайте «Динамо Киева» от Шурика, и моего канала в Ютубе. Ну а мы, не сдаваясь, продолжаем наш эфир. У нас осталось тут всего ничего до конца. Врея до конца программы и до конца рабочей недели. Так вот, даже выражусь, позволю себе. Я очень коротко, очень быстро поговорю про спорт. Спасибо Дэви Аркадьеву, прислал он ссылку про пресс-матчевую конференцию, послематчевую конференцию Шевченко и там разные выводы. Сейчас об этом поговорим, я вот что хочу сказать. Что гораздо более интересное, ну не то, что... Да, интересное. С точки зрения, знаете, энергетики, наверное, и пиара и всего прочего, события предстоит нам в ближайшее время. Выборы президента Мадридского Реала. Казалось бы, где президент Мадридского Реала, где мы все? Но Флорентино Перес, который идет тоже в кандидаты, с 3 по 12 число будут представлены новые, ну все кандидаты в президенты, готовит на это лето супер-мега проект. Очередные галактика, новое поколение, обещает нам дедушка Фло. Мало того, что Флорентино Перес достраивает уже, благодаря карантину, достраивает мега-стадион в центре Мадрида, который будет самым современным. И вложил туда порядка полумиллиарда, уже вложено туда и будет еще больше. Ну и готовит на это лето, как минимум, 3 трансферные бомбы. Заявляет Флорентино Перес, что в одной команде готов собрать и Эрлина Холланда, и Киллиана Мбаппе, и Давида Алапу. Собрать на двух флангах Мбаппе и Холланда, это, знаете ли, это примерно так же, как в лучшие годы собрать в одной команде Месси и Роналду. Двух абсолютно разных игроков, двух разных флангов, но вот собрать их в одной команде. И вот такие обещания. Так что за выборами президента Мадрида стоит посмотреть, чем они закончатся и реализуют ли потом Перес свои обещания. А он обычно их реализовывает. То, что касается пресс-конференции, после матчевой, ну что, Шевченко сказал, что он всю вину за поражение берет на себя. Что логично, комментировать нечего, сказал Андрей Шевченко. Когда ты не используешь свои моменты, тебя могут наказать. Сегодня так и произошло. К сожалению, нас в последнее время постоянно наказывают. Мы создаем по 8-10 моментов, но не реализовываем их. Я знаю, в каком направлении надо двигаться. Ответственность за негативные результаты в матчах с Фирляндией и Казахстаном я беру на себя. Много вопросов было к Шевченко и про усиление конкуренции в обороне, и усиление там, усиление сям. Главная проблема на самом деле сейчас в сборной, безусловно, это отсутствие нападения более чем полностью. Ну вот нету нападения. Ну правда, Шевченко, конечно, может брать вину на себя и в плане организации игры, может быть, еще в каком-то плане. Но то, что у нас нету топового нападающего, а те, которые есть, те болеют, ну это тоже правда. Вот как-то так. Будем наблюдать, тут уже обсуждать нечего. Будем ждать сентября месяца и следующих матчей сборной возможно что-то поменять. Да, уже на этих выходных будут матчи украинского чемпионата. И тут вот будет все очень интересно. Дело в том, что сборники приедут после трех матчей в Шахтеры и в Динамо прежде всего. А это значит, что эти два клуба будут не в лучшей форме. Так называемый вирус FIFA и вот это все. То есть, если грамотно, те команды, которые будут играть грамотно против Шахтера и Динамо, выстроятся в оборону, свою игру, вполне не исключены потери очков как Динамо, Киев, так и Шахтерам. То есть, ничего удивительного в этом не будет. А играть им придется с нелегкими соперниками. Шахтеру с Ворсклой, это прям самый неприятный для Шахтера соперник, прям самый неприятный. И, ну, ничья не будет сенсацией в этом матче. Динамо Киев будет играть с Александрией. Да, Александрия на седьмом месте. Да, Александрия сейчас не та команда, которая была в прошлом сезоне. Но соперник тоже не из легких. И еще раз повторюсь, главное, что скажу, что большинство, многие, точнее говоря, из Динамо Киев приедут после матчей сборных и будут не в самой лучшей форме. Поэтому вот эти два матча будут крайне интересными. За ними будет очень интересно наблюдать. Опять же, посмотрим Заря, которая будет играть с Рухом на последнем месте. Насколько Заря сможет использовать свой микро-шанс, таки догнать, попробовать догнать Шахтер, попробовать выйти на второе место. Этот тур в украинском чемпионате, да, как и в остальных тоже, во всех остальных, где сборники повозвращаются, свои команды, он будет достаточно интересным, веселым и предсказуемыми потерями у лидеров. Ну и Динамо Киев. Киевская Динамо собирается создать свой, наконец-то собирается создать свой телеканал. Динамо Киев Ти Ви. Регулятор уже внес, украинский регулятор, который регистрирует каналы, уже внес его в перечень иностранных команд, иностранных каналов. И почему иностранных? Потому что он будет... Не, не так. У нас он зарегистрировал и получил иностранную лицензию. Получил он латвийскую лицензию. Мы будем... Динамо Киев будет транслироваться и на Латвию. То есть он, Динамо Киев, отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Мы представим канал на территории Украины, занимаемся его адаптацией на украинский язык, помогаем партнерам из Латвии с продакшеном и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, будет у нас такой себе телеканал, который будет вещаться не только в Украине, но и сразу планируют. И в Балтии, и в Белоруссии, и в Молдове. Наверняка как-то это все будет и в Канаде, и в США, и в Израиле, и в Испании. Владелец Динамо Киев ТВ, иностранная компания и сам клуб. Ну, видимо, какое-то там совместное владение. Я напомню, что недавно Динамо Киев... Какая иностранная компания, не указывается, но, думаю, это скоро станет известно. Напомню, что не так давно Динамо Киев заговорила и о создании своей валюты, такой биткоина своего. Ну, и вот теперь собирается создать Динамо Киев ТВ. История Динамо Киев ТВ, это надо было делать еще очень давно, мягко говоря. Потому что я помню, когда я жил в Испании, у нас был такой канал, который мы сами, как раз иммигранты, и в разных странах организовывали. Один человек предоставлял сервер, свой личный, другой предоставлял еще какие-то ресурсы. Там, я там запускал трансляцию. В общем, мы на все страны мира запускали игры Динамо Киев. То есть нарушали идеям самым... Да, нарушали, да, но мы по закрытой ссылке распространяли членам своего внутреннего клуба. Но не было трансляции, понимаешь? Все это было вот так вот. В интернете Динамо Киев тогда ничего не делала. Мы своими силами все это решали. Насколько сейчас канал Динамо Киев будет востребован, если я по интернету могу посмотреть любой канал в мире, и подписаться на любой канал в мире, я не знаю. Может быть, Динамо Киев слегка и опоздала с этой идеей, хотя я ее тоже приветствую. Ну и приветствую. Я добавлю, что в Запорожье через два дня, 4 числа, будет происходить главное баскетбольное событие Украины. Кубок Украины, именно в Запорожье почему-то будут играть, 4 апреля там сыграют черкасские «Мавпы» и будивельник киевский. Киевский. А играть будут в Запорожье? Да, а играют в Запорожье. Одна команда из Украины, другая из Киева, а играют в Запорожье. Почему не в Киеве? Я, честно говоря, даже не знаю. Ну, чтобы не было преимущества своей площадке, наверное, может быть. А может просто дороговато арендовать в Киеве, и поэтому поехали туда. Я, честно говоря, не в курсе, но смотрю, все равно буду. Понятно. Ну что ж, вот такие у нас анонсы на выходные футбольно-баскетбольные. И все, программа наша закончилась. Это было утро Дмитрием и Антоном Комаровым. Вам, всех ребят, успешных выходных, хороших выходных, позитивных выходных. Набраться сил, энергии, здоровья. Ну и встретимся с вами в понедельник. Пока. Не знаю, как вам, друзья, а мне Дмитрий Комаров, как ведущий, нравится тем, что он, как говорится, держит руку на пульсе украинского футбола вообще и легендарного клуба Киевского Динамо в частности. И высказал свою точку зрения о телеканале Киевского Динамо, что надо было это сделать давно, но слава Богу, если это сделают даже в наши дни. Такова моя точка зрения, потому что разное можно показать и рассказать на телеканале клубном. Дмитрий Комаров рассказывал, как, будучи иммигрантом, он вместе с коллегами помогал украинской диаспоре, как говорится, держать руку на пульсе и украинского чемпионата, украинского футбола, вообще и Киевского Динамо не устану повторять в частности. Ну а ваш покорный слуга в своё время здесь снял документальный фильм «Футбол, который больше, чем футбол». И в начале февраля уже нынешнего года в своём блоге на сайте Динамо Киев от Шурика я представлял этот документальный фильм об украинском футболе, о людях, которые его любят, о тех, которые в эмиграции сохранили любовь к Киевскому Динамо. И в частности в этом фильме есть и о самом Динамовце Саше Хапсалисе, у которого мне довелось быть в гостях в Калифорнии и снимать его тренировки, быть у него дома. И он делился своими взглядами, своими впечатлениями о том, что он уже здесь делает. И при этом не забывая Динамо Киев. И вот в этом, думаю, главное будет и в работе нового канала клуба, Динамовского канала, на котором, полагаю, найдёт своё место и отражение подлинно легендарной истории клуба за более уже чем 90 лет. Дорогие друзья, будьте все здоровы, благополучны. И если вы будете своих друзей агитировать, подписываться и на мой блог, и на канал в Ютубе, буду вам искренне благодарен. Оставайтесь, как говорю, оптимистами. Искренне ваш Дэви Аркадьев. Сегодня 2 апреля 2021 года из Филадельфии.